Это мой бойфренд, он самый крутой парень в школе, его называют Харанай Загай, ну черная гроза, в общем всем за меня морду бьет. Это мой парень, ему 27, своя квартира, своя машина. Кстати, это же все на тебя оформлено, да? А, а это мой молодой человек, и он обещал на мне жениться, после того как разведется. Блин, спасибо за подарок, это мой молодой человек, он такой классный, смотри какая камера, а давай сфоткаемся, давай. Вот, я счастлива. Ай, слушка, привет, я же тебя со школы не видела. Ну не говори, со школы не видела. Ты же моя любимая одноклассница, как же ты изменилась, как же тебя разбомбило. Ой, да ладно, да ладно, что ты, рассказывай, как у тебя дела. Ой, в общем сейчас я работаю на серьезной работе, серьезная корпорация. Купила себе квартиру, купила себе вторую ипотеку, первую сдаю, купила себе машину, две машины, прикинь. И у меня очень серьезная зарплата. А у тебя, у тебя что нового? Наверное, ничего. Я замуж вышла. Мы же договаривались, что одни мужики. Мужики, жена же. Да ты ее постоянно берешь, либо она тебя с собой берет. Я надеюсь под каблучника. В смысле под каблучника? В смысле под каблучника? Конкретно доказать вам? Докажи. Смотрите. Жан, у нас в семье, я же главный. Да, да. Видели, а? Видели, кто главный, а? Понятно? Все, пойдем. Видели, да, кто хозяин в семье? Видели, да, кто хозяин? Дорогая, спасибо тебе за дочь. Я думаю, прошло время назвать ее. Я уже придумала. Так. Давай назовем ее Моим. Моим? Да нет. Ну тогда Аяна. Да нет, что за старомодные имена? Назовем Талопай. Талопай? Что означает? Талопай. Хлассус ниркель и темс. Талопуша? Так дедушка сказал. Тогда? За Талопай. Жан, кстати, вот это тебе подарок. Ты твой телефон? Да, я себе новую взял. Хей, бэй, ты выглядишь так красиво. Получается, ты ради меня приехала в Казахстан? Нет, на экспо. Да, жучу, жучу, ради тебя. Спасибо тебе большое за вечер. Завтра, кстати, я улетаю. В Барселону? Да. А зачем ты вот пришла ко мне? Я просто донер хотела это попробовать. Все у девчонки одинаковые. Нам только было нужно. Прощай. Прощай. Да. Ты такая красивая. Вот такая вот успешная. У тебя машина есть. Квартира есть. Да, вот. Скажи, ты сама заработала? Конечно, сама. Я же независимая девушка. Ни от кого не зависаю. Вот что ты делаешь? Расскажи свой распорядок дня. Ну, я, получается, с утра просыпаюсь. Потом иду к себе домой. Да я таки думала. Что ты думала? Да как ты могла? Да это работа у меня такая. Что ты думаешь? Сутки через двое. Ага, работа. Все, мне звонят, тихо. Алло. Все, поняла. Все, срочно на работу вызову. Ага, знаю я твою работу. Ой, Терешка, с приездом. Привет. Что подруга рассказывать не была? Я, в общем, была в Армении. В Армении была я. Потом, ну, за границей, в общем, была. Отдыхала. Вообще, в общем, на Мальдивах, на Канархе. Я только не была. Да. А где жила? Где жила? Там, как это называется? Этот отель этот, как Риксосаде Казармус, по-моему. Да, там я жила. В общем, офигенный отель. Восемь звезд, представляешь? Одна не боялась? Боялась. Там вот комнате 16 человек жили. Ой, ладно. А подарки хоть привезла? Тогда? Ох, конечно, привезла подруга. Ой, как я тебе не привезу подарки? Как я тебе не привезу подарки? Скажи. Сейчас. Сейчас, офигеешь, подруга. Офигеешь, офигеешь. Ууу, это тебе. Последний писк моды в Европе, представляешь, да? Его там назвают бушулатус. Он очень тёплый. Эта шуба, муба, это всё фигня. Круто. Сейчас вот только не вези, не кричула одна. Ууу, батникит, гамаш. Да, да, тут все. Колготу ничего не надо прокладывать, ничего не надо вообще. Вот чисто вот от всего тебе очень тёплые. Ничего не жалко. Вау, супер. А когда ты ещё поесть, я бы заказала. Ой, не скоро, не скоро. Посмотрим. Давай. Как много вещей. Девушка, у вас есть джинсы к Лёшей, к Лёшей? Да, есть. Есть, да? А есть бриджи вот ниже колена? Да, есть. Есть чуть-чуть ниже бедра, ну? А есть что вот прям вот так вот? Максимум прям. Конечно есть. Есть, да? Принесите мне, пожалуйста. Вот, вот эти возьмём. Блин, ты чё? У меня трусы и то больше. Блин. А ты не спят, ты чё? Да блин, они капец классные, они модные. Нет. Ну, может, тогда возьмём тебе какие-нибудь джинсы? Давай. Девушка, принесите, пожалуйста, ему какие-нибудь джинсы. Нравится? Да. Берём. Что, правда, что ли? Подарок. Спасибо. Да нет за что. Нет, они короткие. Ну, Жанн. Нет короткие. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, я буду их одевать только тогда, когда буду с тобой. Ну, ладно. Очень нерванный джинс. Ваш 8 марта. В школе на семантике скинулись по 100 тенге. Вчера мой ухажер повёл меня в ресторан. Всё было так романтично. И даже свечку с собой, представляете? Ну, студенты же. И с собой ещё как раз он еду, взял напитки, в общем. Потом нас спалили, короче, мы убежали. Такой адреналин, знаете, никогда не забуду этот день. Ну, конечно, я ожидала большего. От жизни. Думала, хоть раз нормально справляют праздник с кем-нибудь. Раз уж Магомед не идёт, то я сама пошла в ресторан, специально одна сижу, по сторонам гляжу, нажал и сдавлю, ну и в итоге с добычей ухожу. Это моя тактика, только девчонки не повторяйте. А я вчера с детьми сидела. Просто подруга попросила, а меня, может, куда-то пригласил. Пусть вот кому-то везёт. 8 марта. Тоже придумали, блин. Конечно, вам хорошо, у кого есть старые половинки, да? А вот нам, одиноким, как быть, например, а? Кто нас поздравит? Я считаю, что это несправедливо. И нужно создать отдельный праздник для нас. Вот, серьёзно. Международный женский одинокий день. 9 марта. Вот, все те, кто вчера плакал на 8 марта, сегодня наш праздник. Вечно тебе всё не нравится? Достала ты мне уши. Так значит, да? Так я ухожу. Ну и иди. А вот я уйду. Давай, давай. Ты что делаешь? Ты же уходить собиралась. Уходить? А, точно, я же уходить собиралась, блин. А почему я собиралась уходить? Ты меня достала. Ах, так значит, да? Тогда я ухожу. Ты сегодня уйдёшь или нет? Уйти? А почему я должна была уйти? Ну всё, девочки, скажи, пошло 15 тенге. Ну всё, девочки, скажи, по 1200 тенге. И, кстати, Айнура, ты сок сама себе покупала, да? Сама будешь платить. Да ладно, Жан, чё ты я сама плачу? Да ладно, я сама плачу, блин. Да, я сам заплачу. Ну ладно, как хочешь. Да ладно, подалься. А чё вы мне подаете? А чё вы мужчине подаваете счёт? А? Женщина, как неприличная. Или я на мужчину похожа? Я чё, на мужчину похожа, да? Жан, чё, на мужчину похожа, что ли? А подавайте мужчине, вот чё. Да я сама плачу, Жан. Да сама я плачу, блин, Жан. Чё ты, милый? Самодостаточная женщина, машина есть, квартира есть. Ты думаешь, я сама счет закрыть не могу, что ли? Да сама я оплачу. Ну ты как всегда. Ладно, подайте счет мужчине. Он хочет оплатить, Жанна. Мне Жанна для тебя ничего не жалко. Это моя любовь, единственная моя. Жанна, мы сомневаемся сейчас. Второе письмо отправили, Дед Морозу? Да, да, отправили. А что, какую почту там? На доставку заплатили? Все, не нужны мне куклы. Закажу-ка я сестренку. Мам, а Дед Мороз с айсами закручит? Так и снова. Мам, в смысле у Деда Мороза денег нет? Ну у него тысяч семь, наверное, есть. Ну ладно, так и закажу тогда. Кстати, мам, передайте Деду Морозу, что я хочу айфон седьмой. Дед Мороз, я никогда ничего у тебя не просила, но в этот раз, пожалуйста, подари мне хорошего парня. Ты моя последняя надежда. Видать, мое письмо до Дед Мороза не дошло. Все мужчины козлы. Это уж сломан как Дед Мороз. Здравствуйте, дети мои! Ой, Дед Мороз, это вы? Нет, это Дедушка Мороз! Да я, это я! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! До свидания. Подписывайтесь на канал. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.